что я хотел сделать на прошлой лекции я хотел вас познакомить ну во первых функции планка это я думаю что мне сделать удалось более сложная конечно вещи концепция интенсивности и уравнение переноса но почему я это еще делал так детально не только для того чтобы рассказать собственно про уравнение переноса излучения произлучение поглощения дело в том что вот этот вот язык язык вот такого рода уравнение когда у вас есть какой-то процесс помните когда мы говорим у вас нас был вот этот почти практику игру что язык физики это язык уравнение не просто уравнение о дифференциальных уравнений и вот классический способ описания какого-то явления в терминах дифференциального уравнения физики заключается в том что у вас есть какая-то функция скорость изменения которой вы отслеживаете это может быть изменение в пространстве как здесь это может быть изменение во времени это может быть изменение с изменением скорости это может быть изменение с изменением энергии какое угодно а с а с другой стороны у вас на эту скорость влияют какие-то величины. Какой-нибудь второй закон Ньютона, который вам хорошо известен, на самом деле это точно такое же уравнение, только у вас с левой части, там, где обычно масса умноженная на ускорение, стоит производная импульса по времени. То есть масса умноженная на ускорение – это dp по dt. А справа у вас стоит сумма сил. У вас силы могут толкать в одну сторону, могут толкать в другую сторону. И вот здесь примерно то же самое. Это некий универсальный язык, которым описывается очень много процессов, поэтому мне хотелось, чтобы вы с ним познакомились, ну, в нашем случае на примере вот этого уравнения переноса. Но и дальше мы будем говорить о следствиях из этого уравнения. Мы посмотрим на его решение в достаточно простом случае, в решении, там, в случае так называемой однородной функции источника. И поймем, что я хочу, чтобы в конечном итоге мы, например, поняли, как все-таки рождаются вот эти вот спектральные линии, и не только этот эффект, уравнение переноса позволяет, и понятие оптической толщи позволяет объяснить несколько довольно интересных и важных астрофизических эффектов. Но вот первый из них, на который я хотел обратить ваше внимание, наверное, многим вам знаком, это так называемый эффект потемнения диска Солнца к краю. Кто смотрел на Солнце в телескоп? Хоть раз, хоть когда-нибудь. Вот, да, почти все. И наверняка замечали, что если смотреть на Солнце, на диск Солнца, то яркость, поверхностная яркость, а как мы сейчас понимаем, интенсивность, то есть это поток, отнесенный к единице площадки Солнца, поверхностная яркость в центре больше, чем поверхностная яркость, то, что называется, на лимбе или на границе Солнца. Обращали когда-нибудь внимание на такой эффект? Если не обращали, когда в следующий раз будете смотреть на Солнце, вот, кстати, в Кранадо, по-моему, это в меньшей степени заметно. И там, сейчас, надеюсь, понятно будет, почему. А вот когда вы смотрите просто через обычный оптический, плотный оптический светофильтр, там это заметно в большей степени. Почему это так? Ну, смотрите, давайте будем, и здесь можно оставаться, в рамках модели излучения абсолютно черного тела. И помните, когда я вам показывал графики излучения абсолютно черного тела, я показывал, что кривая, спектр АЧТ с большей температурой всегда содержит в себе такой же спектр с меньшей температурой полностью. Они не пересекаются. Здесь Bν, здесь, допустим, ν. И это означает, что у вас интенсивность Bν от Т1 всегда будет больше интенсивности на той же самой частоте абсолютно черного тела, но с другой температурой Т2, если Т1 больше Т2. То есть интенсивность излучения абсолютно черного тела определяется, однозначно определяется его температурой. И вот смотрите, вот это вот, если хотите, солнце в разрезе, вид сверху. Это некая экваториальная плоскость. Вот где-то здесь находится наблюдатель, где-то вот здесь. И вот или наблюдатель смотрит на солнце, или мы смотрим на... или фотоны вылетают из солнца. Ну вот давайте представим себе, что наблюдатель смотрит на солнце. И наблюдатель смотрит сквозь, на самом деле, полупрозрачную атмосферу солнца. Это нагретый газ. Нагретый газ, который как-то излучает, и в первом приближении он излучает, достаточно хорошем, на самом деле, приближении, он излучает как абсолютно черное тело. Поэтому интенсивность, которую мы видим, она определяется той температурой, температурой вот этого самого излучающего газа. Но температура солнца, температура атмосферы солнца, она неравномерна с глубиной. Чем глубже мы закапываемся, чем глубже закапывается наш взгляд, тем горячее оказывается это вещество. И, соответственно, тем оно в конечном итоге ярче. Более высокие слои, вот здесь они показаны красным, это более высокие слои, они холоднее. Более глубокие слои, они горячее. Когда мы смотрим сквозь вот это полупрозрачное вещество, это всё равно, что мы смотрим сквозь туман. И наш взгляд в конечном итоге останавливается на поверхности единичной оптической толщи. Или, с другой стороны, с точки зрения фотонов, которые пытаются к нам вылететь, если мы посмотрим на фотон, который родился где-то очень-очень глубоко, очень-очень горячий фотон, ему для того, чтобы пролететь до границы солнечной атмосферы и, соответственно, вылететь к нам, нужно преодолеть достаточно большую толщину вещества, то есть большую оптическую толщу. И он просто не может до нас долететь. И поэтому до нас долетают только фотоны с определённой поверхности. И вот здесь вот она показана. Вот таким вот пунктиром – это так называемая поверхность единичной оптической толщи. Можно в первом приближении, ну, в достаточно хорошем приближении, можно считать, что в данном случае оптическая толща, она соответствует просто толщине слоя, сквозь который мы смотрим. И вот представьте себе, что мы смотрим вдоль вот этой вот линии на Солнце или вдоль вот этой линии. Вот эта линия, вот этот луч зрения, ну вот мы смотрим оттуда сюда, он соответствует тому, как мы смотрим на диск Солнца. И вот наш взгляд, он пробирается достаточно глубоко в недра Солнца, он пробирается до достаточно горячих слоёв, потому что здесь, ну вот видите, вот какая-то некая толщина, некоторое расстояние, вот оно здесь есть, вот, она соответствует единичной оптической толще, и на единичной оптической толще оказываются достаточно горячие слои. А горячие означает яркие, потому что, посмотрите, интенсивность абсолютно чёрного тела определяется температурой. Чем больше температуры, тем больше яркость. Я даже больше того скажу. Когда записывается уравнение переноса, например, и когда мы работаем только с абсолютно чёрными телами, иногда интенсивность в этом уравнении переноса просто заменяется температурами. Вот есть такая форма уравнения переноса, и мы работаем только с температурами. Считайте, что это некоторые эквивалентные, заменяющие друг друга вещи. А вот с другой стороны, представьте себе, что мы смотрим сюда на лимб, мы смотрим вдоль вот этого луча. Единичная оптическая толща набирается в таком же слое вещества. То есть вот это расстояние равно вот этому расстоянию. Тут примерно так нарисовано. На самом деле оно равно. И вы видите, из-за того, что вы смотрите на лимб, это вот как если бы мы смотрели вдоль горизонта, на закатное солнце. Мы смотрим через большую толщу атмосферы, и поэтому рядом с горизонтом обычно не наблюдают, потому что там очень большая толщина атмосферы, и изображение звёзд, и очень много параметров, они очень сильно портятся. И телескопы всегда стараются наблюдать что-то там на больших высотах относительно горизонта и не наблюдать вдоль атмосферы. Так вот здесь у нас вот эта оптическая толща, она набирается на том же самом расстоянии, но упирается уже не в горячий слой, а в более холодный слой. А он упирается, наш взгляд упирается в слой с меньшей температурой. А раз с меньшей температурой, соответственно, у него и меньше интенсивность. И именно поэтому мы видим вот этот вот эффект потемнения диска солнца к краю. То есть вот этот вот эффект, который мы видим, это эффект, связанный с распространением излучения и с оптической толщой. И, в общем-то, такой эффект, эффект потемнения диска звезды к краю, он наблюдается, косвенно наблюдается не только у Солнца, он наблюдается у других звёзд. Когда вы, например, смотрите затменно-переменные звёзды и смотрите ситуацию, когда у вас одна звезда затмевает другую, Кривая блеска, форма кривой блеска будет зависеть от того, как два вот таких вот неравномерных диска накладываются друг на друга. Это оказывается важным. А вот это вот потемнение диска края, как вы понимаете, оно определяется свойствами, поглощательными свойствами вещества в диске Солнца. А поглощательные свойства вещества определяются его химией, его физикой. То есть определяется коэффициентом поглощения, который вы можете смоделировать из каких-то физических соображений в общем виде. И вот так вот опять-таки получается, исследуя интенсивность, исследуя излучение или изменение этого излучения, мы можем что-то говорить о том, какая физика в атмосферах звезд. Вот такой вот достаточно красивый эффект. Давайте немножко поанализируем уравнение переноса. Здесь есть, тут будет, скажем так, будет математическая составляющая. Это я выписал для тех, кому легче воспринимать всю вот эту историю именно в терминах уравнений и формул. Но я все это буду комментировать словами, поэтому еще раз повторяюсь, если вам тяжело воспринимать терминах уравнений и формул сейчас, потом все равно у вас на межколу будет домашнее задание по астрономии, которое будет к этому иметь отношение. Вы все равно эти лекции откроете, эти формулы почитаете. Вот. И все будет хорошо, все зайдет нормально. Пока ничего страшного. Ну так вот. Представим себе, что функция источника не зависит от частоты. То есть она константа. Что это означает по факту? По факту это означает, что когда вы смотрите на спектр, например, вы смотрите на спектр где-то вот в районе максимума, и здесь на маленьком интервале частот спектр практически не меняется. И можно сказать, что функция источника примерно постоянно. Вы можете на самом деле даже смотреть вот здесь вот. Окей, ну просто выбрать такой достаточно маленький интервал частот, что здесь вот этот наклон, он будет незаметен. Изменение интенсивности вот в этой стороне вот этого интервала и вот в этой стороне этого интервала, в этой части этого интервала, оно будет очень маленькое. Если мы говорим, что функция источника не зависит от частоты, то это просто удобно тем, что вот то страшное крокодильное интегральное выражение, которое я показывал как общее решение, оно сводится к чему-то достаточно простому, оно сводится вот к такой вот простой формуле. В данном случае и ν от tau ν — это выходная интенсивность, и ν от нуля на данной частоте, вот это тоже важно, еще раз, на данной частоте, это входная интенсивность, это функция источника, а вот этот коэффициент отвечает за поглощение в том объеме, через которое прошло излучение. То есть то, что мы видим, то, что вошло в начале, s ν — это то, что добавил от себя источник, а e в степени минус tau ν — это то, что вот этот вот источник, вот это облако, через которое мы сейчас смотрим, например, атмосфера звезды, то, что она поглотилась. И вот здесь можно немножко поанализировать. Смотрите, представьте себе, что вы... Давайте будем работать с функцией источника просто как с планковской функцией. У нас нагретые тела, у нас, например, звезда, у нас подлежащее какое-то вещество звезды, оно имеет примерно функцию планка, оно излучает тепловое излучение. Если мы смотрим на оптически толстую среду, если мы вот вклиниваемся, врубаемся взглядом в очень оптически плотную, оптически толстую среду, это означает, что оптическая толща становится очень-очень большой. Здесь возникает коэффициент экспонента в минус очень-очень большой степени, а экспонента в минус очень-очень большой степени — это ноль. Он очень быстро спадает. И тогда у нас пропадает весь вот этот кусочек, и выходное излучение оказывается просто функцией планка. То есть если мы смотрим, пускай сквозь какой-то туман на Солнце, на вещество, которое обладает очень большой оптической плотностью, а на Солнце в конечном итоге это так и становится. У нас оптическая толща постоянно увеличивается, 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 и в какой-то момент она становится очень большой. И раз так, то мы там видим, то спектр, который мы будем видеть, это будет просто спектр, равный на каждой частоте, равный функции источника. И если это планковский спектр, функция источника планковская, то мы будем видеть просто планковский спектр. То есть мы будем видеть вот такой вот непрерывный планковский спектр. Что это означает с точки зрения наблюдения? Если мы рассмотрим просто звезду, то у нас вот есть атмосфера звезды, она полупрозрачная, мы можем сквозь нее смотреть. А под этой атмосферой у нас, с нашей точки зрения, с точки зрения наблюдателя, находится непроницаемое абсолютно чёрное тело, которое с какой-то температурой светит. И оно излучает вот такой вот непрерывный спектр, который описывается вот формулой Планка и имеет вот такую форму. Это то излучение, которое генерируется в звёздах и которое проходит через атмосферу звёзд, и потом в нём уже образуются спектральные линии. Изначально это просто обычное Планковское излучение. Ну, практически в тонкой среде, вот здесь вот я разложил экспоненты, я сейчас стёр вот это разложение. Помните, там Е в степени минус Тау, если Тау очень маленькая, это примерно единичка минус Тау. Если вы вот это замените на единичка минус Тау, раскроете скобки, приведёте подобные члены, вот, то вы увидите, у вас уравнение превратится вот примерно вот в такое. И если вы на него посмотрите внимательно, то, опять же, здесь написано на математическом языке, по-русски это будет звучать так. Если то излучение, которое у вас входит, вот у вас есть Планковское излучение у звезды, подлежащее, потом у вас есть некая атмосфера. Если у вас это излучение оказывается горячее, чем то, что у вас в атмосфере, то выходящее излучение будет холоднее, чем то, что было в самом начале, оно остывает. Если излучение попадает в горячую среду, то, наоборот, оно нагревается. И то, что вы будете видеть, это будет большей температуры, в большей интенсивности, чем то, что вошло. То есть вот эта тонкая прослойка, она регулирует то излучение, которое через него проходит. И либо она всегда пытается довести интенсивность излучения до своего уровня, либо оно подтягивает к своему уровню, либо, наоборот, оно приглушает до своего уровня, если излучение достаточно яркое. Да, Книга. Под более горячим мы призываем излучение, которое с большей интенсивности. Вот так вот. Да, больше интенсивности. Которое для данной частоты соответствовало бы функции планка с большей температурой. То есть мы сейчас говорим о какой-то одной частоте, какая-то частота нюна, которая монохроматическая в данном случае. Но это утверждение, оно распространяется на другие частоты. А представьте себе другую ситуацию. Смотрите. Вот представьте себе, что у вас есть вот эта вот подложка, то есть вот это кусочек Солнца, большое-большое-большое здесь у нас Солнце. Вот эта вот подложка, которая имеет планковский спектр. Вот это то, что называется и нулевое в данном случае. Где-то там внизу родилось, это вот те самые фотоны, термализованные фотоны, которые превратились в планковский спектр, сгенерированные в ядре Солнца в ходе термоядерных реакций, там тысячи лет блуждавшие до тех пор, пока не выйти до границы атмосферы. И вот у вас есть вот эта подложка, которая имеет какую-то температуру, и эта подложка горячая. А над ней находится атмосфера, которая холоднее этой подложки. Что значит холоднее? Значит, что она тоже имеет, ее спектр тоже соответствует функции планка, но функции планка с меньшей температурой. И это означает, что для данной частоты вот эта верхняя атмосфера, она излучает с меньшей интенсивностью, чем вот эта вот нижняя подложка. И смотрите, что происходит. Вот здесь вот у меня такой хитрый график. Я сейчас постараюсь объяснить, если непонятно, спрашивайте, что я тут хочу. Итак, у меня здесь по горизонтальной оси отложена частота. Частота электромагнитного спектра. А вот по вертикальной оси, смотрите, что я вот этим графиком хочу сказать, что интенсивность... По вертикальной оси, по сути, отложена координата, или оптический путь, оптический начало. Пускай будет координата. То есть у меня есть подложка, которая внизу, есть подложка, которая вверху. Но та, которая вверху, подложка, имеет неоднородный коэффициент поглощения. Вот на этих частотах она практически прозрачна, вот на этих частотах практически прозрачна, а вот есть какая-то выделенная частота nu0, на которой она хорошо поглощает, эта подложка. То есть представьте себе, да? То есть здесь не поглощаю по частоте, здесь не поглощаю, на какой-то частоте поглощаю. Это вот история с поглощением атомов. Вот жил-был атом, есть фотоны, которые он любит, потому что энергия этого фотона соответствует какому-то конкретному переходу между энергетическими уровнями, а фотоны каких-то других энергий он не любит, он с ними никак не взаимодействует. И вот здесь как раз та самая история. Есть некоторые частоты, которые здесь вещество очень хорошо поглощает, например, водород, а здесь, допустим, частота линии H-альфа водорода. А вот здесь и здесь он прозрачен. Что будет видеть наблюдатель? Смотрите, вот здесь вот у нас яркое излучение радиоз и проходит сквозь слабо поглощающую среду. Вот этот кусочек у нас прозрачен. Конечно, оно немножко придавится. Конечно, часть излучения вот этого желтого, оно немножко, конечно, уменьшится. И поэтому сюда до наблюдателя дойдет чуть-чуть меньше, чем радиоз здесь. Это естественно. Здесь тоже дойдет чуть-чуть меньше, чем родилось здесь. Вот эта сама среда, она, конечно, тоже излучает, но ее здесь мало. И она излучает, в общем-то, не сильно. Она даст небольшую добавочку, но эта добавочка будет не очень большой. А вот теперь посмотрите внимательно, что происходит вот здесь вот в центре. То есть вот здесь вот, вот в этом кусочке графика. Смотрите, здесь вещество очень хорошо поглощает, сильно поглощает. Что произойдет? Вот эта подложка излучила свои горячие желтые вот эти фотоны. Они попали вот сюда и поглотились. И вот они пропали. Для наблюдателя, который сидит здесь, их уже нет. Поскольку здесь очень большая оптическая толща, на этом коротком расстоянии они очень сильно поглотились. Их почти нету, с одной стороны. С другой стороны, это вещество все еще излучает. Оно излучает с меньшей температурой, оно излучает с меньшей интенсивностью, но оно излучает. И вот это вот фиолетовое излучение, которого здесь очень мало, а здесь много, вот это фиолетовое излучение пойдет к наблюдателю. И что в итоге будет видеть наблюдатель? Вот если бы не было вот этого вот верхнего слоя, наблюдатель видел бы вот это вот И0, вот такой вот спектр. Вот эта зависимость интенсивности от частоты – это верхняя пунктивная линия. Вот что он увидел бы. Мы добавили вот этот дополнительный более холодный слой, который поглощает, и притом избирательно, и мы увидели тогда, что в том месте, где он поглощает, образовалась вот эта самая спектральная линия. Но эта спектральная линия образовалась не потому, что пропала часть вещества, а потому что вот здесь мы видим на самом деле излучение более холодного тела, значит, тело с меньшей интенсивностью. И получается вот здесь, вот видите, вот здесь функция источника – это, по сути, интенсивность вот этой вот красной области. Если бы плотность была бы здесь, поглощательная способность была бы всё больше, 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 у нас вот эта линия опускалась всё ниже, 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 упёрлась бы вот эта функция источника, и дальше бы уже перестала опускаться. Она, что называется, вышла бы на насыщение. Это вот к тому, что когда вы думаете о поглощении света, это не означает, что чем больше у вас поглощающего вещества, тем больше оно поглощает, и вот оно может поглотить просто до нуля. Оно не поглотит до нуля, потому что это вещество само по себе излучает, и у вас может получиться вот такая вот штука. Здесь у вас интенсивность, вот здесь где-то и ноль – это интенсивность подложки, вот здесь более холодная функция источника, более холодная, значит, у неё меньше интенсивность, меньшая температура, меньше интенсивность. И вот здесь у вас где-то появляется спектральная линия, вы увеличиваете, скажем, оптическую толщу, вы увеличиваете слой вот этого холодного вещества, и у вас спектральная линия, вот она уходит вот как-то вот так вот, она упирается вот в эту подложку, и ниже вы уже, в общем-то, не уйдёте. И когда вы смотрите, вот потом у нас будет ещё несколько спектров, на спектры звёзд вот с этими провальчиками, это провальчик на самом деле не потому, что там что-то съелось, а потому что конкретно на этой частоте вы видите более верхние, более холодные слои звезды. И поэтому там меньше интенсивность, потому что там меньше температура. Это тоже планковское излучение, но с меньшей температурой. Так как если бы у вас был вот этот вот планковский спектр, и вот этот планковский спектр, и вот здесь, здесь, здесь вы видите вот этот, 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 а вот в этой точке вы видите вот этот, а вот этого не видите, и у вас появляется вот такая вот спектральная линия. И вот оно пошло дальше. Вот так вот формируются те самые линии поглощения в звёздах, и на самом деле не только в звёздах. Когда мы говорим про поглощение излучения, примерно так же это всё происходит в рентгеновском диапазоне. в ультрафиолетовом диапазоне. Но вот механизм примерно такой. Эмиссионные линии – это ситуация обратная. Эмиссионные линии возникают, когда у вас есть, наоборот, холодная подложка, окружённая более горячим полупрозрачным веществом. Вот, собственно, вот эти все эмиссионные туманности, нагретые, у вас светит звезда с температурой, не знаю, несколько тысяч кельвин, 6-7-10 тысяч кельвин, и вокруг неё горячий разогретый газ, у которого температура, не знаю, 12 тысяч кельвин. И у вас получается газ вот этой самой туманности разогретой. И у вас получается что? У вас есть вот эта вот горячая, есть холодная подложка, и есть разреженный горячий газ. Здесь он прозрачен, на этой частоте он прозрачен, поэтому здесь вы видите какое-то холодное излучение. То есть вы его всё равно видите. Даже посмотрите вот здесь, вот видите, здесь эмиссионный спектр, вот этот фон, он не тёрный, здесь не просто есть линии эмиссионные, а здесь есть всё равно какой-то фон. Это какой-то планковский фон, который соответствует излучению с температурой вот этой самой подложки. А вот здесь, в той области, где коэффициент поглощения большой, вот это более горячее вещество хорошо поглощает холодное излучение, оно не даёт ему дойти до вас. И вместо него оно вам показывает своё излучение, горячее излучение, яркое излучение. И вот получается, что на этой частоте у вас образуется эмиссионная линия, которая вот пытается, она тянется к этой самой функции источника, то есть функции источника вот этой горячей прослойки. И опять же, если у вас эта функция источника будет очень яркой, вернее, если у вас эта прослойка будет очень-очень толстой, оптически толстой, у вас вот эта линия, она будет расти, расти, расти и упрётся в конце концов функция источника. вы не можете увидеть излучение с большей энергетикой, чем, в принципе, среда излучает. Вот как бы тривиальная мысль. Но вот вы упрётесь всё равно вот в эту функцию источника, вот в эту температуру. Но на выходе вы будете видеть вот такой вот эмиссионный спектр. Это, мне кажется, очень красиво, потому что вы видите линии излучения там, где вещество лучше всего поглощает, казалось бы. Но именно оно поглощает, вы видите эту линию излучения, потому что это вещество, оно поглотило всё, что снизу, всё горячее излучение снизу и заменило его своим холодным. Всё холодное излучение снизу, прошу прощения. Холодное излучение снизу и заменило своим горячим излучением. Вот, да. Один вопрос. Мы обсуждали, когда одно больше, когда одно больше, а то они равны. Но вообще, случаются ли у нас основные объекты, которые и не эмиссионные, и, ну, там, проще, линия поглощения компенсируется линией излучения? Линия поглощения компенсируется линией излучения. Ну, то есть какой-то средний вариант между этими? Ну, как, средний вариант – это когда у вас нет градиента температуры, и тогда это просто некая однородная среда. Вот. Могут быть варианты, когда у вас есть оболочка вокруг звезды, расширяющаяся оболочка, и для вас оптическая толща, когда вы смотрите, скажем, в центр этой оболочки и в бок этой оболочки, она разная. Центр вы проскакиваете насквозь, например, и там вы видите эмиссионную линию. А в бок, когда вы смотрите, у вас там набирается большая оптическая толща, и там вы можете видеть, скажем, абсорбцию. Сейчас. Или наоборот, 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 вы будете видеть эмиссию с боков, вот, потому что они хорошо излучают. Вот. И абсорбцию того вещества… Сейчас, дайте я просто нарисую, чтобы самому не запутаться. Вот. Не совсем это будет так выглядеть. Смотрите, вот, представьте себе звезда, окруженная, ну, вообще говоря, звездным ветром, достаточно прозрачной оболочкой, ну, какой-то толщины. Вот. И причем, ну, не знаю, там, холодный, горячий. Сейчас. Ну, скорее такой, более холодный. Да, более холодной оболочкой. Потому что она расширилась, она охлаждилась. И вот у вас есть луч, который идет здесь. Он проходит через вот эту вот оболочку. Она, в общем-то, прозрачная, она холодная. И вы здесь видите, скорее, линии поглощения, вот в этом кусочке. Вот. А вот вот отсюда, здесь у вас оптическая толща большая, и вы видите линии излучения. Линии излучения более холодного вещества. И в итоге, когда вы будете смотреть на спектр такой картинки, причем вот эта штука, она еще движется на вас. И вот представьте себе, у вас, давайте, здесь будет длина волны лямбда. Не частота, хорошо, а длина волны лямбда. Здесь будет интенсивность. Вот эта штука движется на вас. И там есть линия поглощения, ну, допустим, аш-альфа. Но из-за того, что она движется, она будет сдвинута по длине волны в голубую сторону из-за эффекта Доплера. И вот у вас здесь будет вот какая-то вот такая вот линия поглощения. А вот эта штука относительно вас, на вас она не движется. И там будет некоторая дополнительная линия излучения. И у вас получится вот такой вот спектр. Это называется профиль линий П-Цигни. Да, такой архетип звезды, звезда П-Лебедя, П-Цигни. И вот звезды с расширяющимися оболочками, они дают вот такой вот хитрый профиль линии. Вот. То есть и излучение, и поглощение. Ой, да, по сути, поглощение, оно рождает и линии абсорбции, линии поглощения, и эмиссии, линии излучения. Кстати, я сейчас думаю, не перепутал ли я стороны в П-Цигни, но надеюсь, что не перепутал. Если что, я вам потом еще скажу. У меня такое может быть, поэтому относитесь к этому критически. Почему поглощение на этой частоте одно, на этой частоте другое? Ну потому что, вот вам физическая картинка, это зависимость сечения поглощения для водорода, атома водорода в зависимости от длины волны фотона, которую он поглощает. И вы видите, что на отдельных длинных волн у вас возникают такие вот пики в сечении поглощения. По сути, это та самая история, что у вас атом водорода хорошо поглощает те кванты света, которые позволяют ему перейти между двумя дискретными энергетическими уровнями, и плохо поглощает те кванты света, которые не позволяют ему это сделать. И если сделать такой более-менее аккуратный квантово-механический расчет, то у вас получится вот такие вот множество вот таких зависимостей сечения поглощения. А сечение поглощения, я напомню, оно зависит с оптической толщой, завязано с оптической толщой. То есть у вас большое сечение поглощения, у вас большая оптическая толща, и именно поэтому на этих длинных волн в конечном итоге вы будете видеть либо аксорбционные, либо эмиссионные линии, в зависимости от того, на что вы смотрите. Смотрите вы на обычную звезду или смотрите вы на разреженную горячую эмиссионную туманность. И вот именно поэтому в конечном итоге спектры звезд разных спектральных классов, вот на это нижнее не обращайте внимания, вот эти спектры звезд, они имеют попорченные формы, попорченные по отношению к спектрам абсолютно черного тела. То есть изначально был спектр абсолютно черного тела, а потом здесь возникают вот эти вот выедания, причем, видите, тут есть какие-то ступеньки. Вот здесь есть ступенька, вот здесь вот еще одна есть ступенька, вот она ступенька. А вот здесь, например, много достаточно молекулярных соединений, там вообще все съело. Но изначально это был некоторый планковский спектр, то есть было хорошее такое термализованное излучение, которое благодаря вот такому механизму потихонечку выедается, выедается, и образуются линии поглощения и излучения. Да, Ник. Можно на прошлый слайд? Это ведь связано с тем, как длина волны. Ну, то есть длина волны, как это объясняется? В общем, вопрос такой. Как объясняется что именно? А различия от обращения от глазных полных волн? Ну, то есть... То есть почему вот есть такой пик? Ну, нет, не пик, а почему вообще различия между шагом? А, то есть почему формы вот здесь вот разные? Ну, на самом деле они все примерно одинаковые, но они разные, потому что это разные энергетические состояния атома, то есть, грубо говоря, это разные уровни, разные уровни энергии электронов, ну, не очень хорошо так говорить, это разные уровни энергии атомов, и они, в общем-то, не обязаны быть идентичны. Мы можем их различать. Там электрон, который сидит ближе к ядру, электрон, который сидит далеко от ядра, вот, они находятся немножко в разных условиях, и поэтому там размытие вот этого энергетического уровня оказывается немножко разным. Вот. То есть пик, он соответствует вот просто какой-то конкретной длине волны, но вообще говоря, вот эти вот электронные уровни... Так, вот я тут говорю про уровни атомов, про электронные уровни. Есть ли кто-то, кому это нужно пояснить, про вот эти уровни перехода между атомами? Никому не надо пояснять. Так, сейчас как бы так сформулировать, чтобы получить ответ на вопрос. Кто знает про дискретность энергетических уровней атомов? Никому не надо пояснять. Ще. Кто знает слово дискретность? Да, ну, конечно, логично. Так, друзья, давайте мы на это потратим чуть-чуть времени. Мне кажется, это... Знаете, как известно, есть много способов решить физическую задачу, в том числе правильный. Я сейчас расскажу про атомы, способом, который нагляден, хотя он не до конца корректен, но ничего страшного, я думаю. Самый простой способ представить себе атом следующий. У вас есть положительно заряженное ядро, и вокруг ядра есть орбитали. Орбитали. Будем считать, что это в первом приближении, не знаю, орбиты, по которым движутся электроны вокруг ядра. Это не орбиты, они по ним не движутся, но бог с ними. То есть это некое геометрическое представление структуры атома. И на этих орбиталях сидят электрончики. Там на первой два, на второй может сидеть четыре или три, сколько-то электрончиков. И истина заключается в том, факт экспериментальный заключается в том, что, во-первых, энергия, ну будем считать энергией электрона, хотя вообще как бы некая энергия атома в целом, она зависит от того, как расположены именно электроны по этим орбитам, как они рассажены. Если мы возьмем вот этого товарища и пересадим сюда, то энергия, вся полная энергия атомов изменится, она увеличится. Но можно считать так, что энергия вот этого электрона увеличится. Он сел повыше, его энергия повыше. Здесь был первый уровень, второй уровень, третий уровень. Вот он с первого перешел на второй уровень, его энергия повысилась. Он перешел со второго на третий уровень, его энергия еще повысилась. И опять-таки экспериментальный факт заключается в том, что в реальных атомах электроны могут находиться только вот на этих дискретных уровнях, как полки в поезде либо первый, либо второй, либо третий этаж, да, там в плацкарте. Вы не можете повиснуть между полками. Вы обязаны сидеть на какой-то одной из этих вот полок. Что еще важно? Энергия чем выше у электрона будет, тем, чем дальше он от ядра. В нормальной ситуации все электроны стремятся быть поближе к ядру. Но может прилететь фотон, квант света, и пересадить, он будет поглощен электроном, он может быть поглощен электроном, и его энергии хватит для того, чтобы перескочить отсюда сюда. Так вот, вот эта ситуация возможна только тогда, когда энергия фотона в точности равна разнице энергии между этими двумя уровнями. Фотон с другой энергией не поглотится. И наоборот, если электрон перейдет вот с третьего на второй уровень, вот сюда, его энергия уменьшится, а избыток энергии излучится, излучится в виде фотончика. И энергия этого фотона будет тоже равна разнице энергии этих двух энергетических уровней. Вот в атоме водорода знаменитая серия Бальмера H-альфа, H-бета, H-дельта соответствует переходам электрона. Ну, в атоме водорода один единственный электрон, один протон, один электрон. Она соответствует переходам вот этого единственного электрона с разных высоких уровней на второй. С третьего на второй – это H-альфа. С четвертого на второй – это H-бета. Да, это H-бета. С пятого на второй – это H-альфа, бета, гамма и так далее. Вот. То есть вот получается вот такая вот структура. Тогда эти пики, как раз эти, они возникают из формулы Риттберга. На что отработают? Из формулы Риттберга. А, ну, в первом приближении – да. Просто формула Риттберга предсказывает вот эту вот разницу энергии. То есть есть некая константа Риттберга, и здесь единица на n квадрат первое минус единица на n квадрат второе. Это разница номеров, между которыми, разница номеров вот этих вот уровней, между которыми переходят вот эти вот электроны. Это сначала была эмпирическая формула, потом ее объяснила квантовая механика. А вот это Риттберга – это просто некая размерная константа. А? Да, сначала был спектр, вот. Потом была вот эта формула. Причем Нильсбор, когда он построил в конечном итоге свою модель атома квантово-механическую, по его собственному признанию, он не знал про вот эту вот формулу. Вот. Ну, это вроде как по его признанию. Но, смотрите, вот эта вся картина… Так, вот, кто теперь знает слово дискретный? Так, что-то до второго ряда как-то с трудом… Тут поглощение большое. До второго ряда доходит с трудом. Но чуть стало понятнее? Окей. Вот. Вот эта картина, она предполагает то, что у вас коэффициент поглощения или сечение поглощения, там, от частоты, он устроен вот таким вот образом. То есть здесь прям тонкие-тонкие какие-то печки. Вот. Здесь поглощаю, здесь не поглощаю. Здесь поглощаю, здесь не поглощаю. Если посмотрите на реальный график, на самом деле все не так просто. Естественно, есть некоторое то, что называется естественная ширина линий, естественное уширение. И на самом деле в реальных процессах, собственно, почему важно понимать, как формируются спектральные линии и важно их изучать. Ширина спектральной линии тоже несет достаточно важную информацию. То есть, во-первых, есть некая естественная ширина. Она определяется квантово-механическими законами. И вот эта вот идея о том, что есть строгие, четкие уровни, это модель. Она хорошая модель, но она не полная. Естественно, в более сложной физике она как-то дополняется. Есть некая естественная ширина. С другой стороны, смотрите, представьте себе, что вы смотрите на действительно там какое-то горячее вещество. Там на самом деле поглощают конкретный атом. Эти атомы постоянно летают. Они не сидят на месте. И понятно, что если атом летит от нас или к нам, вернее, он летит навстречу фотону или от фотона, этот фотон ему будет касаться, если он летит навстречу, более голубым, а если летит от фотона, то более красным. И из-за этого атом на самом деле может поглотить фотон с частотой не в точности, соответствующей разнице уровня энергии, вот этому переходу, а чуть-чуть отличающейся. И дисперсия вот этих частот, она будет тем больше, чем дисперсия скоростей атома в веществе. И вот в результате из-за этого возникает так называемый доплеровский профиль линий. То есть если вы посмотрите на реальные спектральные линии, не знаю, но здесь вот в плохом разрешении, но в реальном разрешении они вот выглядят там такими колокольчиками. Это не палки такие вот узкие, а это такие колокольчики, потому что есть некоторое доплеровское уширение, которое позволяет определять в частности температуру фотосферы. То есть температура той области, в которой эта линия сформировалась. А спектральные линии, разные спектральные линии, вот у вас один спектр, да, там один спектр солнца, у вас там линии разных элементов, так они вообще формируются в разных местах, они формируются на разных высотах, немножко при разных температурах и в разных слоях, которые еще и по-разному двигаются относительно нас. Вот мы с этим столкнемся, когда там завтра... Завтра я про это покажу, на что это влияет. Вот. То есть... Да. Вопрос? Я слышал, что даже нечего использовать это как-то для открытия экзопланет, ну, то есть про... Да, да, есть такой эффект, да. Ну, хорошо, раз заговорил, там, на самом деле, достаточно простая история. Представьте себе диск звезды, да, звезда вращается, и у вас половина звезды движется к вам, когда вы смотрите, половина звезды движется от вас, и у вас проходит экзопланета. Вы видите некую целиком спектральную линию, которая уширена в том числе из-за того, что есть часть звезды, которая излучает линию немножко смещенную в фиолетовую область, часть звезды, которая излучает линию немножко в красную область, поэтому это у нее дополнительное уширение в спектре. А тут приходит планета и чуть-чуть закрывает, например, фиолетовую область. Фиолетовая область просаживается, и форма линии оказывается асимметричной. И пока планета идет, линию немножко так колбасит. И поэтому можно тоже отслеживать прохождение экзопланеты. Есть вот такой вот эффект «забыл» даже имени двух кого-то. Но не по смещению именно линии, а именно по деформации. То есть профиль линии на самом деле несет какую-то физическую информацию. Например, он несет информацию о плотности, то есть не только о скоростях движения частиц, но о плотности этих частиц. Например, смотрите, вот видите, вот здесь нарисованы три спектра. Но здесь три спектра с так называемым вычтенным континуумом. То есть они такие вдоль одной прямой идут. То есть их как бы выгнули. Так спектроскописты любят делать. Они вычитают планковский континуум или не обязательно планковский. Выгибают вот этот вот спектр. И вот смотрите, здесь линии, они такие очень широкие, с такими широкими крыльями. Это то, что называется доплеровский профиль. А вот здесь вот у них очень узкие крылья. Здесь еще более узкие. Вот эта вот звезда от вот этих вот звезд отличается тем, что вот это белый карлик, это звезда карлик. А вот это вот обычные звезды главной последовательности. Причем вот это, по-моему, чуть ли не звезда гигант. Ширина линии зависит от плотности вещества, в которой эта линия формируется. Почему? Потому что представьте себе, что у вас вещество очень-очень плотное и, допустим, достаточно горячее. У вас там есть атомы, которые постоянно сталкиваются. Чем плотнее вещество, тем чаще они сталкиваются. То есть у вас частота столкновений, она пропорциональна квадрату концентрации. Если они сталкиваются, то вот эти самые энергетические уровни в атомах начинают уширяться. Они начинают становиться шире. Вот такой вот некоторый эффект. Даже можно как-то на пальцах объяснить, почему это так. Они начинают становиться шире. И поэтому в более плотной атмосфере у вас линии будут очень широкими. И это очень характерный признак, скажем, белых карликов, у которых очень-очень плотная горячая атмосфера. А если у вас звезда гигант с очень-очень разреженной атмосферой, там, где плотность очень маленькая, у вас атомы сталкиваются редко, потому что встречаются друг с другом редко, и у вас линии получаются очень-очень длинные и узкие. Это характерный признак звезд гигантов, вот с такой вот разреженной широкой атмосферой. То есть мы еще можем что-то говорить о плотности, о скоростях, о температуре атомов. Можем говорить о плотности. А еще, вот мне нравится очень такой эффект, мы можем говорить о магнитном поле. Например, магнитном поле звезде, магнитном поле в данном случае солнечного пятна. Смотрите, что происходит. Вот здесь вот слева, это картинка солнечного пятна, то, как мы его видим в телескоп. Вот эта вот черная полоса, длинная, это щель спектрографа, которую наложили на эту картинку, когда снимали спектр. А вот здесь вот слева, это спектр. В данном случае длина волны или частота, она меняется по горизонтальной оси, а по вертикальной оси откладывается, по сути, вот эта координата. То есть вот эта точка соответствует вот этим вот точкам, но на разной частоте вот эта точка вот этим точкам, но вот где-то посередине, собственно, само пятно. И посмотрите, видите, вот это спектральные линии, которые присутствуют везде, на всех координатах, на всех высотах в данном случае. А вот видите, вот одна спектральная линия, она в какой-то момент расстроилась. Была одна спектральная линия, а стало три спектральных линии. Это так называемый эффект Зеймана. Это квантово-механический эффект, который связан с тем, что если мы атом... Ну, вообще, это электромагнитная штука, здесь у нас заряженные частицы, здесь у нас тоже заряженные частицы. Если мы вот эту всю историю поместим в магнитное поле, то вот эти энергетические уровни начинают расщепляться. Тоже дискретным образом их становится два или три, в зависимости от ситуации. И таким образом у вас появляются дополнительные переходы между вот этим энергетическим уровнем и вот этим. Эти дополнительные переходы дают дополнительные спектральные линии. И вот по величине этого расщепления, по тому, насколько оно сильное, мы можем измерять магнитные поля. Таким образом, мы можем, например, напрямую измерить магнитное поле в пятнах на Солнце, увидеть, что оно очень сильное. Мы можем таким образом измерять магнитные поля других звезд, можем магнитные поля белых карликов, даже не видя там никаких пятен. Просто потому, что мы видим, что там спектральные линии расщеплены. То есть форма, вид спектральных линий и вообще спектров оказывается максимально информативным. И я еще раз повторю фразу, о которой я уже говорил. Спектральный анализ, спектральный анализ излучения, я сейчас не говорю даже про поляризацию, является, пожалуй, самым информативным и одним из главных на сегодняшний день методов, в принципе, анализа излучения. Есть его некоторые упрощения, это к вопросу о фотометрии, мы об этом тоже будем говорить. Но если вы пытаетесь извлечь максимум из каждого фотона, который вы получаете от какого-то источника, то готовьтесь к тому, что вам нужно будет строить спектр этих фотонов, строить зависимость количества энергии, где-то у меня время нарисовано, зависимость количества энергии от энергии этого фотона или частоты фотона, от длины волны фотона. И именно этот график вам в конечном итоге даст максимум информации. Это вот, пожалуй, всё, что я хотел поговорить про тепловые спектры, про формирование спектральных линий. Спектры, как вы понимаете, бывают не только планковские. Я просто хотел вам показать пример одного такого спектра, состоящего из нескольких частей. На самом деле, видите, вот смотрите, здесь отложена длина волны в логарифмической шкале. Видите, как она меняется? 0,1, 1 экстрем, 1 экстрем, 10, 100, 1000, 10 тысяч. А здесь отложен поток в неких относительных единицах, но это тот самый поток, это джоули на метр квадратный за секунду. Вот это вот родственник интенсивности, о котором мы уже говорили. И поэтому это вполне себе спектр. Это спектр от релятивистского объекта, от чёрной дыры, который аккрецирует какое-то достаточно горячее вещество. И этот спектр только отчасти тепловой, потому что вот у вас есть чёрная дыра, это вид сбоку такой разрез, вот это аккреционный диск. Аккреционный диск нагрет, он горячий. И вот он излучает какое-то планковское излучение с какой-то температурой, которая соответствует вот этому нагреву. С другой стороны, вокруг чёрной дыры всегда есть так называемая горячая корона. Это, по сути, очень горячий, сильно ионизованный газ. То есть это много-много быстрых заряженных частиц, разреженные такие, но они всегда присутствуют вокруг вот этого диска, присутствуют вокруг чёрной дыры. И смотрите, что получается. У вас здесь есть какие-то чернотельные фотоны, тепловые фотоны, которые излучаются диском. Они могут попасть вот в это вот облако разреженных, но очень быстрых заряженных частиц. И вот смотрите, фотон — это частица. Электрон, ну там, с основным электроном, электроны, позитроны. Электрон — это тоже частица. Если фотон с электроном столкнется, то в принципе электрон может пнуть фотон, фотон приобретет дополнительную энергию, а электрон немножко затормозится. И фотон более горячий, с большей энергией полетит дальше. Вот такой вот эффект называется обратно-каптоновским эффектом, и мы получаем уже сильно нетепловую компоненту, которая тоже здесь. Вот она, вот эта красная компонента. То есть вот синяя здесь практически не видна, а вот красная она здесь вот как-то видна. Дополнительный компонент, который встраивается в этот спектр. Наконец, вот эти фотоны, компонизованные, они могут прилететь сюда, они могут попасть в диск, они могут здесь как-то поглотиться, перезлучиться, поглотиться, перезлучиться, в общем, как-то переработаться, и что-то третье еще выйдет, еще какая-то отдельная компонента. И в конечном итоге тоже с каким-то спектром. А мы наблюдаем всю вот эту штуку целиком. Мы не видим, на самом деле, ни черную дыру, ни диск. Мы видим просто источник, точечный источник излучения. В данном случае рентгеновского излучения. И все, что мы можем сделать, это построить спектр этого источника и пытаться разобрать его на компоненты. И понять, сколько у нас здесь тепловых фотонов от диска, сколько у нас фотонов от короны, сколько у нас фотонов переработанных. И вдруг там что-то останется, что мы не можем объяснить. И вот тогда нужно садиться и делать теорию, которая объясняет вот эти дополнительные фотоны. То есть в целом спектры бывают очень-очень разные. И зачастую они многокомпонентные, потому что для одного и того же источника одновременно работают несколько процессов излучения. Излучение и поглощение. В общем, я поговорил про формирование спектральных линий, про излучение и поглощение. Но вот я когда начинал, я говорил, что в принципе излучение, когда распространяется от источника к нам... Вот помните, там был рисунок, что сначала был сферический конь в вакууме, у него была атмосфера, потом была межзвездная среда, потом была еще атмосфера Земли и потом, наконец, наблюдатель. Вот мы поговорили про первый слой, про атмосферу самого источника. Теперь мы поговорим про оставшиеся слои. Но поговорим короче, потому что там, в общем-то, физика примерно то же самое. Межзвездная среда. Межзвездная среда — это вещество. Это тоже газ, он тоже может поглощать. Это зачастую холодный газ, он холоднее, чем, собственно, сами звезды. И он тоже порождает линии поглощения, например, в спектрах звезд, когда вы смотрите на звезду сквозь межзвездный газ. И, собственно, таким образом вот этот межзвездный газ в конечном итоге был открыт еще лет, по-моему, 150 назад. Хартман, да? Это был Хартман. С одной стороны. С другой стороны, межзвездная среда — это не только газ, это еще и пыль, это межзвездная пыль. Это вот маленькие вот такие вот частички. То есть в моем представлении межзвездные пылинки, они выглядят примерно так же. По сути, это частички, собранные из атомов тяжелых, назовем так, тяжелых элементов. То есть там может быть углерод, там может быть кислород, возможно, там кремний, может быть, там еще что-то более тяжелое. То есть это вот совсем-совсем мелкая такая мелкодисперсная пыль, которой достаточно много. Эти пылинки, они образуют вот такие, иногда образуют такие достаточно плотные облака, которые хорошо поглощают излучение вещества, находящимся за ним. То есть вот эти темные провалы на самом деле возникают из-за того, что излучение, которое находится за ними, оно достаточно хорошо поглощается. И иногда это мы достаточно прям четко видим. Вот на примере того же самого вот этого Барнер-Д-68, который я вам уже показывал, это темное газопылевое, плотное, там диаметром несколько десятков тысяч астрономических единиц всего лишь, плотное газопылевое облако, за которым мы не видим звезды, если мы смотрим в оптике. Потому что, смотрите, вот у вас есть пылинка, вот у вас летит излучение. Есть явление дифракции. Если у вас длина волны достаточно большая, то у вас излучение может огибать препятствия, и характерный размер которой сравним с длиной волны или меньше этой длиной волны. Пылинки у вас маленькие, пылинки порядка какого-то одного микрона. И это означает, что если у вас летит излучение с длиной волны, скажем, в несколько микрон, что там такой далекий инфракрас и вполне себе наблюдаемый, то такое излучение может вполне себе обогнуть эту пылинку, в общем-то пойти дальше. А излучение более кратковолновое, оно не обогнет, оно, скорее, допустим, как-то будет рассеянной этой пылинкой и пойдет немножко в другую сторону. И вот что-то подобное мы видим в скоплении плеяд, когда у вас есть яркие звезды, источники излучения, они окружены тем остатками того газа, из которого когда-то вот эта группа сформировалась, то есть это часть некой области звездообразования. И видите, она принимает такое голубоватое свечение, именно потому что голубой цвет, излучение голубой длины волны, оно рассеивается лучше, так же, как в атмосфере Земли, хотя немножко по другим причинам. Вот, оно рассеивается лучше, и поэтому мы видим вот это голубоватое свечение. А вот если мы посмотрим на вот эту глобулу Багнет-68, на больших длинных волн, на красных, инфракрасных длинных волн, мы увидим, как сквозь нее начинают проступать те звезды, которые она закрывает. То есть это штука, которая оказывается прозрачным для длинноволнового инфракрасного излучения. Вот особенно это хорошо видно здесь. Вот эта вот длина волны 0,44 микрона, это оптика, 440 нанометров, 4400 ангстрен. Вот эта оптика, вот это уже инфракрас, это уже 900 нанометров. А вот посмотрите, это тот же самый участок, мы видим там в районе, вот 1,25 микрона, видите, тут уже почти ничего, тут есть что-то слабое. Здесь еще слабее поглощение. Да, еще слабее поглощение. И, наконец, на двух микронах мы видим, в общем-то, все звезды, которые находятся за этим облаком. Облако оказывается полностью прозрачным. То есть вот так вот работает межзвездное поглощение. И, в общем-то, на самом деле, межзвездное поглощение штука достаточно важная, особенно когда мы наблюдаем, как вы понимаете, на длинных волн оптических. То есть так сложилось, что мы в основном наблюдаем на длинных волн, размеры которых меньше, чем характерные размеры космической пыли. Ну вот так вот глаза так у нас задались. Это вот для нас более родное. И оказывается достаточно важным межзвездное поглощение. Когда мы смотрим в космосе, например, в плоскости галактики, мы смотрим Млечный Путь. Кто видел Млечный Путь просто глазом? Обратили внимание, что когда вы смотрите на Млечный Путь, у вас там посередине как бы такая темная полоса проходит. То есть он как бы оказывается разделенным пополам. Там вот эта вот полоса, как будто Млечный Путь разделенный пополам. На самом деле эта полоса, это центральная плоскость галактики, то есть это ближе к плоскости галактики. Там скапливается большое количество пыли, и там поглощение максимальное. Вы не можете далеко посмотреть в центральной плоскости галактики, потому что у вас там большая оптическая толща. Есть вот красивая формула. Я вот опять хочу вернуться к формуле Поксона, о которой я мало говорил. Но я думаю, что так или иначе вы знаете, что разница звездных величин – это минус 2,5 логарифма отношения освещенностей. Вот здесь примерно то же самое. Тоже минус 2,5 логарифма отношения, но в данном случае интенсивности. И вот этот вот кусочек из уравнения переноса – это интенсивность, умноженная на Е в степени минус оптическая толща. Это вот то, что поглощается веществом в межзвездной среде. Здесь начальная интенсивность. Если возьмете такой логарифм, то у вас получается, что в звездных величинах поглощение соответствует в общем-то оптической толще с коэффициентом очень близко к единице. То есть на единичной оптической толще поглощение, когда вы смотрите, это примерно одна звездная величина. А реальное поглощение в нашей галактике – это несколько звездных величин на каждый килопарсек расстояние. Это зависит от длины волны. Вот здесь вот на самом деле сейчас написано частота в очень таких каких-то своеобразных единицах. Здесь на самом деле обратная длина волны в микронах, в единице, делённой на микрон. В общем, поверьте, что здесь по сути частота. Вот здесь вот есть некоторый такой бамп, который, по-моему, до сих пор не до конца понятно, почему он есть вот это 2175 ангстрем. Откуда берётся это поглощение? Или понятно уже? Силикан. То есть это разобрались уже. Вот. То есть есть вот такая вот особенность. Это зависимость межзвездной экстинкции и межзвёздного поглощения от данном случае частоты. Но вот я хотел бы обратить ваше внимание скорее на вот эту вот шкалу. Это поглощение звёздных величин на килопарсек расстояние, или что то же самое, это оптическая толща на килопарсек расстояние. И видите, что даже уже через несколько килопарсек оптическая толща достигает нескольких единиц. То есть у вас оптическая толща может быть десятка. Это означает, что вы ничего не видите. Это означает, что когда мы смотрим в плоскости галактики, особенно когда мы смотрим в направлении центра галактики, где-то ближе в оптике или даже в ультрафиолете, мы практически перестаем что-либо видеть. И по-хорошему нам нужны инфракрасные телескопы. И вот, скажем, центральные области галактики, центральная сверхмассивная черная дыра и области рядом с ней, они просматриваются именно в инфракрасном диапазоне. И, собственно, открытая эта центральная сверхмассивная черная дыра была благодаря наблюдениям в инфракрасном диапазоне. Что ещё? Ну вот я хотел чуть-чуть просто поговорить про поляризацию. Излучение поглощается, излучение переизлучается, пока оно идёт по межзвёздной среде. Излучение ещё и, в общем-то, поляризуется, потому что в межзвёздной среде у нас, кроме газа и пыли, есть ещё магнитные поля. У нас есть заряженные частицы. Межзвёздный газ – это необязательно нейтральный газ. У нас очень много ионизованного газа. Эти заряженные частицы двигаются, двигаются с большими скоростями. Они двигаются, а любая движущаяся заряженная частица – это ток, электрический ток, а электрический ток порождает магнитное поле. Ну как бы электрический ток – это поток заряженных частиц, или, как говорят, направленный поток. Ну хотя, если он не направленный, то он перестаёт быть током. В общем, движение электрических частиц порождает магнитные поля. И излучение, смотрите, эти магнитные поля воздействуют на те же самые пылинки, которые как-то тоже, то есть у них там есть какой-то свой собственный магнитный момент, они немножко у них поворачиваются, и поэтому получается некоторое выделенное направление. Вот когда у вас есть какое-то выделенное направление в среде, и через эту среду, то есть это неизотропная среда, проходит излучение, это влияет в конечном итоге на поляризацию, то есть на ориентацию той плоскости, в которой колеблется вектор электрического поля. И это зачастую оказывается достаточно важно, потому что из свойств поляризации излучения, ну, например, могу рассказать пример, который мне близок, или Андрею Казанцеву близок. Если вы наблюдаете, скажем, в радиодиапазоне... А, нет, это плохой пример, потому что это собственная поляризация. Сейчас, что-то вот я не могу привести пример, что у нас по поляризации межзвездного... Что по межзвездной поляризации у нас смотрят. Как-то, как-то в распределении пыли, как он всегда... Да-да-да. А что мы из этого получаем? Мы получаем распределение магнитных полей в конечном итоге в галактике крупномасштабных... Да, по какому мы видим? Именно потоков? То есть мне казалось, что вот скорее мы можем воспринимать, получать именно карту распределения крупномасштабных магнитных полей, потому что оно именно управляет... Да, не собой мы видим, а как у вещества. Да. Вот, то есть мы можем изучать глобальные магнитные поля нашей галактики в конечном итоге, вот изучая именно поляризацию, межзвездную поляризацию света. Что еще? Дисперсия. Вот я тоже про это рассказывал. У вас, когда что-то светит, у вас распространяется электромагнитная волна, скорость ее распространения зависит от самой длины волны. Но это как бы нормальная ситуация в любой оптически неоднородной среде, а в любой оптически плотной среде у вас скорость распространения зависит от показателя преломления. Это, скажем, в оптике. Есть другой эффект, чуть более красивый, хорошо себя проявляющий в радиодиапазоне. Смотрите. Вот представьте себе, что у вас есть какой-то радиоисточник, источник радиоизлучения, который испустил короткий импульс, пульсар, например, короткий импульс радиоизлучения. В этом радиоизлучении оно на самом деле состоит из волн разной длины. Там есть как более длинные, вот красным цветом я показал волны, и более короткие и синие. Есть какие-то более промежуточные и зеленые. Это вот такой вот сборник сумма вот этих вот волн разной длины. И вот это полетело по межзвездной среде. Межзвездная среда, она не просто оптически неоднородна, она еще, как я говорил, ионизована, да, там есть много заряженных частиц. Это плазма. Если вы берете радиоизлучение, которое распространяется в плазме, то там есть отдельная зависимость скорости распространения радиоизлучения от характеристик плазмы, от плотности плазмы, например, от плотности, от количества заряженных частиц в кубическом сантиметре того пространства, по которому оно распространяется. И из-за того, что у вас скорость зависит от длины волны, у вас высокочастотное излучение движется быстрее, низкочастотное движется медленнее, И у вас получается вот такой волновой пакет, который, пока он движется по межзвёздной среде, вот через эту плазму, он начинает растягиваться. Красная длинноволновая часть, низкочастотная, она начинает отставать, а высокочастотная начинает опережать. И когда вот такая штука в конечном итоге приходит к вам, вы можете построить вот такой вот график, вот это конкретное наблюдение знаменитого всплеска Лоремера. Смотрите, что здесь нарисовано. Вот это вот просто дорожка зависимости интенсивности от времени. Вот здесь ничего-ничего не было, вот он пыхнул, всплеск, и здесь опять ничего-ничего нет. А вот здесь такая вот диаграмма, которую очень любят рисовать в радиоастрономии. По горизонтальной оси отложено время в миллисекундах, причём, обратите внимание, это очень короткий всплеск, он длился всего лишь несколько миллисекунд. Здесь отложено время в миллисекундах. По вертикальной частоте отложена частота наблюдений, та частота, на которой регистрировался всплеск. А цветом показана интенсивность. И вот здесь, смотрите, вот эта полоска, это и есть такой вот размазанный всплеск. Видно, что на высокой частоте, частоте 1,5 ГГц, он пришёл в момент 100 миллисекунд после некоторого условного начала, некого начального момента времени. А вот на частоте 1,3 ГГц он пришёл только через 300 миллисекунд, он запоздал. Вот это та самая ситуация. Вот здесь сначала пришла высокочастотная составляющая, а вот здесь вот потом пришла низкочастотная составляющая. И что интересно, вот это размазывание, вы же понимаете, что оно тем сильнее, чем дольше путешествует импульс по пространству, чем больше было расстояние до источника. То есть вот по этому размазыванию в принципе можно оценивать, ну вот тут нельзя сказать вычислять, это громко будет сказано вычислять, но оценивать расстояние до источника. Таким образом оценивается расстояние до радиопульсаров и таким образом оценивается расстояние до так называемых быстрых радиосплесков. И вот именно благодаря вот этому свойству удалось показать, что вот этот быстрый радиосплеск, он скорее всего является, он имеет внегалактическую природу, потому что вот величина размазывания, которую мы видим здесь, на этом графике, она настолько велика, что в нашей галактике просто нет столько вещества. У нас нет таких расстояний и такого количества вещества, чтобы это можно было объяснить просто путешествием в нашей галактике. Поэтому приходится предполагать, что этот всплеск родился в другой галактике, набрал часть дисперсии там, пролетел по межгалактической среде, более разреженной, и потом еще набрал часть дисперсии у нас. И если говорить о том, что вот этот всплеск имеет космологическую природу, он находится очень далеко, и сразу возникает идея о том, что это невероятно мощный источник, очень мощный, который пока не до конца понятно, как сделать, хотя вот, скорее всего, он действительно связан с нейтронными звездами, в частности, с магнитарами. То есть вот по эффектам распространения излучения получается восстанавливать вот такие вот интересные штуки. Дифракция. То есть если есть дисперсия, есть дифракция. Ну это вот, собственно, огибание. Ну как, но дифракция в каком смысле? В волновом смысле. Вот представьте себе, что тоже у вас есть некий источник радиоволн, который, вообще говоря, допустим, это точечный источник, и он излучает сферические волны. Ну это в самом простом случае. Он излучает сферические волны, и у вас на большом расстоянии вот эти сферические волны, они превращаются в плоские волны. Да, у вас ведет такая электромагнитная волна, плоская электромагнитная волна с плоскими фронтами. Но эта электромагнитная волна проходит через некоторую неоднородную, существенно неоднородную, большую межзвездную среду. И вот представьте себе, что у вас вот большая плоская волна, да, там метр на метр, и у вас неоднородное стекло, тоже метр на метр. У вас попала сюда эта плоская волна, и там, где это стекло было оптически более тонким, эта плоская волна, она прошла его быстрее. там, где было стекло оптически толстый, эта плоская волна прошла медленнее. В результате на выходе вы получаете не плоский волновой фронт, а как-то сильно искореженный волновой фронт. Это, кстати, очень похоже на то, что происходит с волновыми фронтами от звезд, когда они проходят через атмосферу Земли и попадают к нам в конечном итоге на телескоп. Но вот из-за этого, когда у вас не плоский волновой фронт, а как-то перекореженный, смотрите, вот мы говорили в самом начале про вектор поинтинга. Помните еще такого? Вектор поинтинга задается направлением распространения плоской электромагнитной волны. Он перпендикулярен вот этому самому плоскому волновому фронту. И, смотрите, можно сказать, что когда мы наблюдаем какой-то точечный источник, то направление, в котором мы его фиксируем, определяется перпендикуляром к волновому фронту, который к нам пришел. Вот для нас направление на источник – это на самом деле ориентация волнового фронта. Если ориентация волнового фронта по какой-то причине изменилась, покачнулась, то мы этот источник будем себе представлять, будем видеть не в том направлении, из которого пришел этот волновой фронт. То есть мы видим только волновой фронт. Вот он на нас пришел. Вот какой он пришел – вот там для нас и источник. Если он пришел вот под таким углом, источник для нас будет вот уже где-то там. Мы ничего с этим не сможем сделать. И вот теперь представьте себе, что у нас волновой фронт сильно покорежен, и получается на самом деле, что он состоит из как бы множества маленьких, примерно плоских волновых фронтов, каждый из которых соответствует какому-то одному маленькому источнику. И если изначально у вас есть какой-то более-менее компактный точечный источник радиоизлучения, тот же самый, не знаю, радиопульсар, пройдя через межзвездную среду, на выходе он превратится вот в такое сильно размазанное пятно. Мы на него будем смотреть как сквозь стекло в туалете. И это одна из проблем, по которой будет очень сложно в будущем, даже если мы построим телескопы супервысокого разрешения, разглядеть наконец, что же происходит у нас на нейтронной звезде, то есть как на самом деле она выглядит. Это очень маленький компактный объект, как именно там рождается излучение. Потому что мы смотрим сквозь вот это вот матовое стекло. Матовое стекло межзвездной среды. То есть вот такой вот эффект тоже есть. Ну вот говоря еще о дисперсии, дисперсии-дифракции, то есть изменения у науфронта, можно еще вот о чем сказать. У вас, если говорить об импульсном излучении, вот эти вот маленькие точечки, то есть у вас получается источник размазывается, получается много-много маленьких источников. Если у вас импульсное излучение, то смотрите, вот этот источник, он просто, вы бы увидели, как он вспыхнул и погас весь, сразу. А если у вас излучение размазалось, то у вас получилось много точек, которые на самом деле вспыхнут и погаснут каждой в свое время. Потому что луч в каждой вот из этих точек, для каждого унавого фронта, он проходил разную оптическую длину. Кто-то придет к вам чуть раньше, кто-то придет чуть позже, просто потому, что у кого-то путь извилистый, а скорость-то одна и та же, скорость света. Вот у кого-то путь извилистый, у кого-то, ну, примерно одна и та же, у кого-то путь более прямой, и поэтому они все вспыхнут в разные моменты времени. И поэтому, если изначально у вас был короткий импульс от, не знаю, пульсара на входе, то на выходе вы в конечном итоге получите вот этот скачок, то есть это вот как такой салют, такой бух и такой чук-чук-чук-чук-чук, вот такие вот какие-то там блестки. Вот, и вот это вот вы будете видеть, как у вас этот импульс спадает. Это эффект зависит от длины волны или там вот частоты наблюдения. Там на меньших частотах он работает сильнее, на больших частотах он работает слабее. Но вот такой вот эффект дифракции, ну, преимущественно говоря, эффект дисперсии импульса, он тоже есть, и это тоже так или иначе приходится учитывать при обработке сигнала с одной стороны, а с другой стороны он что-то говорит нам про свойства той межзвездной среды, через которую это излучение прошло. Межзвездные среда прорвались, дорвались до атмосферы. Ну, атмосфера Земли, как вы понимаете, она, в общем, тоже поглощает. И тут я хотел на с вами обратить ваше внимание только вот на что. Вот у вас желтым показан спектр Солнца, который вы уже видели. Здесь длина волны, а здесь интенсивность, точнее поток ватт на метр квадратный на нанометр. То есть здесь уже знакомый вам график, и вот желтым показан вот этот спектр Солнца, который с какой-то степенью точности приближается абсолютно черным телом с температурой 5778 градусов. Вот это спектр излучения, который попадает на верхнюю границу атмосферы. Наша атмосфера достаточно плотная, в нашей атмосфере много достаточно химии, и главным, пожалуй, веществом, который очень сильно влияет на наблюдение в оптической, в инфракрасной области, оказывается водяной пар H2O. Он очень хорошо поглощает в инфракрасной области. И поэтому вот этот вот спектр, желтый спектр Солнца, когда он приходит к нам сюда на Землю, он получается, во-первых, его энергии становится меньше, а во-вторых, в нем получаются вот такие вот сильные глубокие провалы, например, от кислорода вот эта вот линия. А почему здесь, кстати, 750 нм? Ну ладно, мне казалось, она раньше. Вот от кислорода и вот эти полосы от H2O, вот эти полосы от водяного пара. И смотрите, вы же понимаете теперь, что вот эти вот провалы, они провально проваливаются не столько потому, что у вас водяной пар хорошо поглощает и его много, сколько потому, что здесь вы видите функцию, источник этого водяного пара в атмосфере Земли, которая гораздо холоднее Солнца. Потому что вот это излучение, это излучение с температурой 5778 кельвинов, а вот это излучение, вот этот вот низ, который вы видите, это излучение с температурой, не знаю, 300 кельвинов, которые у нас на Земле. И поэтому вот эти вот провальные провалы, они оказываются достаточно глубокими. И поэтому на Земле, например, в инфракрасной Земле, в инфракрасном диапазоне в некоторых окнах наблюдать очень тяжело, но вот в некоторых окнах наблюдать, в общем-то, можно. То есть вы не можете наблюдать во всем диапазоне, хорошо эффективно наблюдать во всем диапазоне инфракрасного излучения здесь у нас на Земле. То есть атмосфера портит спектр, и атмосфера же, ну вот еще тоже общая проницаемость атмосферы, то есть вот у нас есть вот эта оптика, здесь у нас длина волны, здесь вот как раз вот эти вот инфракрасные полосы, здесь у нас есть радиоокно, а здесь у нас есть всякая анасфера, которая не позволяет пройти гамма-рентгеновским части ультрафиолетовых лучей, для этого нужно уже лететь, в общем-то, в космос. В атмосфере достаточно большое поглощение, и это поглощение избирательное. И, в общем-то, этот график является главной мотивацией к тому, почему у нас есть космические миссии, о которых, надеюсь, мы еще поговорим отдельно, но не на этой школе. Как пример того, как нам пакостит атмосфера, например, при спектральных исследованиях, вот это, что вот это, что вот это, это точно сверху, вот это, снизу, честно, уже не помню, откуда картинка, может быть, это спектр звезды, но, скорее всего, это спектр тоже галактики. Вот это совершенно точно спектр галактики. Смотрите, как получено. Вот это изображение с реального приемника, с предательного приемника, с ПЗС-матрицы. Причем, не скажу, с какого телескопа, где-то из интернета вытащил картинку, но она достаточно стандартная. Вот у вас есть галактика, галактика, которая, видимо, видна с ребра. Вы располагаете щель спектрографа вдоль вот этого ребра, и тогда понятно, что здесь, то есть галактика вращается, вот эта часть, она скорее движется на вас, вот эта часть, она скорее движется от вас, и на самом деле спектры здесь и здесь, они будут чуть-чуть отличаться, там линии будут чуть-чуть смещены. И вот если вы построите спектр на фокальной плоскости спектрографа, вы увидите вот примерно такую картину. Вот эта вот центральная линия, это на самом деле спектр галактики. Вот он такой достаточно широкий. Вот они яркие линии, например, линии Ашальфы. Видите, она немножко искривлена, вот эта верхняя ее часть, она немного отклоняется в красную сторону, нижняя чуть-чуть отклоняется в голубую сторону, именно из-за вращения галактики. Вот таким образом можно строить кривые вращения галактик, просто наблюдая галактики видимого с ребра. То есть мы можем просто сказать, как зависит скорость вращения от расстояния от центра галактики. Но вот это вот это все галактика, 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 а вот эти, видите, линии, которые пересекают полностью весь спектр. Вот это линии, которые были рождены в атмосфере Земли. И вот здесь то же самое. Вот у вас есть линии, правда здесь, это негатив, то есть это абсорбция. Вот это тоже такой негатив, но почему-то раскрашенный. Вот у вас есть линии от объекта, и есть вот такие вот широкие линии, это для спектроскопии с длинной щелью, которые возникают как раз в атмосфере Земли, вокруг нас. И они, в общем-то, тоже портят спектр. И если мы хотим их убрать, то есть когда мы обрабатываем спектр, это я завтра покажу, как это примерно выглядит, когда мы обрабатываем спектр, нам нужна некоторая маска, некоторое знание о том, где находятся эти линии, какой они формы для того, чтобы их аккуратно вычесть, и чтобы они нам не портили спектр самой галактики. Потому что когда мы сделаем здесь вот какой-то разрез и построим график, собственно, зависимости, интенсивности от длинной волны, у нас там будут какие-то сильные провалы, которые нам будут в конечном итоге только мешать. Окей. Ну и что еще последнее? Про атмосферу. Здесь история примерно такая же, как с межзвездной средой. И про это вам так или иначе уже рассказывали. Я хочу просто напомнить. Помните про спектр интерферометрии? То есть помните, что изображение звезды в атмосфере очень сильно размывается, и оно размывается из какого-то более компактного вот в такое, потому что у вас волновой фронт, когда он проходит через разные слои атмосферы, во-первых, мало того, что у вас этот волновой фронт, то есть он проходит, он сильно искривляется, потому что у вас есть сильно неоднородная атмосфера, так еще у вас эта атмосфера постоянно шевелится. Она двигается на очень коротких временах. Вот с межзвездной средой на самом деле чуть полегче, потому что межзвездная среда двигается все-таки на больших временах. А атмосфера двигается очень-очень быстро, и в результате у вас какое-то одно изображение звезды может превратиться в много-много-много маленьких изображений. И вот как раз исследованием вот этих многих маленьких изображений занимаются спекл интерферометриста, пытаются их вычленить и пытаются таким образом восстановить изображение диска звезды, то есть улучшить разрешающую способность. И вот из этой вот картинки в конечном итоге как-то восстановить то, что происходит на самом диске звезды. Здесь физика примерно та же самая, это тоже физика распространения излучения в плотной среде, так же как в межзвездной среде, так и в атмосфере нашей планеты. Вот, это вот в конце мне захотелось сделать просто какой-то обзор еще разных эффектов, которым подвержено излучение, когда оно распространяется от источника к нам. И вот, собственно, выводы. Излучение, когда оно движется от объекта, от источника к нам сюда, оно проходит через много разных составляющих. Это атмосфера источника, это межзвездная среда, это межпланетная среда, это атмосфера Земли. И каждый из этих средств что-то привносит в это излучение и что-то, наоборот, из него забирает. С одной стороны, это плохо, потому что мы не видим излучение в чистом виде, с другой стороны, это хорошо, потому что мы изучаем среду, мы изучаем свойства объектов, там, то же самое звезды, атмосферы звезд, по сути, на просвет. И вот по тому, как именно поглощается или переизлучается излучение, мы можем говорить о том, какая физика заложена в атмосферы звезд, в межзвездную среду, межпланетную среду, даже в атмосферу Земли. Ну вот основное, что испытывает излучение, это поглощение, усиление, поглощение излучения, поглощение Е, излучение Е, излучение Я, то есть некоторое усиление, и некое коверкание волнового фронта, плоский волновой фронт перестает быть в конечном итоге плоским. Когда мы смотрим на источник, на термализованный источник, который встречается, в общем-то, довольно часто, мы видим, как правило, поверхность единичной оптической толщи или оптической толщи, не сильно отличающейся от единицы. И когда мы смотрим на спектральные линии в спектре, это на самом деле мы видим просто области более холодные, где эти линии сформированы, где достаточно хорошие сильные поглощения, потому что атомы хорошо поглощают именно на данной длине волны, атомы поглощают излучение, которое идет снизу от себя и замещают своим более холодным излучением. И таким образом, своим более холодным или своим более горячим, и таким образом образуются либо линии поглощения, либо линии излучения. Но вот да, то, что модификация свойств излучения в конечном итоге позволяет исследовать среду, в котором оно распространяется. Вот такой вот обзор про излучение. То есть на первой лекции мы поговорили о том, как это излучение описывается, и когда вы будете решать физические задачи для астрономов, если когда вас попросят именно моделировать излучение интенсивности и потоки, теперь вы знаете, что это такое. Теперь вы увидели функцию планка, по крайней мере, может быть, кто-то из вас впервые увидел саму вот эту формулу, мы поговорили о ее свойствах. И теперь вы знаете, как модифицировать эту функцию планка, как из нескольких функций планка можно сделать функцию планка со спектральными линиями. Все. Все на фоне. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...